29 апреля пройдет всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. В республике уже подготовлены более 380 площадок, в том числе и необычные. Среди них Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. Медицинское учреждение выбрали для того, чтобы принять участие в диктанте, смогли не только врачи, но и пациенты. Центр наш решил поучаствовать в этой акции по одной простой причине, что сюда приезжает большое количество людей из разных уголков нашей страны. И мне кажется, здесь люди разных поколений, есть и молодые пациенты, есть и более старшие. И всем было бы интересно принять участие в этой акции. И более того, я сам буду участвовать, и мы пригласим наших коллег. Поэтому я уверен, что и врачи, и санитарки, и наши медицинские сестры, но и для наших пациентов мы постараемся сделать так, чтобы собрать их в небольших холлах, чтобы им это не очень было обременительно, может быть. Поэтому уверен, что это вызовет определенный интерес. И люди, когда вернутся к себе домой, смогут поделиться этими замечательными впечатлениями. Я решила принять участие в диктанте победы, так как никогда не участвовала, решила попробовать принять участие первый раз, чтобы показать молодежи, чтобы они знали всю эту историю Великой Отечественной войны. Такие акции нужно проводить, чтобы они все-таки историю эту нашу знали. И даже мы, взрослые, чтобы тоже это все в памяти освежили, все равно со временем все это, хоть и говорят, забываются, но все равно мы всех помним, всех знаем и гордимся своими дедами и прадедами. Продолжение следует... На сайте диктантпобеды.рф Уже сейчас там можно зарегистрироваться и пройти тренировочные тесты. Диктант будет состоять из 25 вопросов, 5 из которых посвящены событиям в каждой конкретном регионе. На выполнение отведено 45 минут. Результаты планируют объявить в июне.